здравствуйте уважаемые друзья сегодня будем рассматривать то что выросла у нас зимняя теплица потому что уже приходит жара пора снимать поликарбонат но мы решили не снимать поликарбонат а вытащить просто оттуда растения и чтобы на следующий год не делать этого то есть опять не прикручивать поликарбонат все это просто вытащим растения и пересадим которые остались и посмотрим на результаты нашей работы итак посмотрим ну здесь у нас туя вересковидная осталась туя можжевель туя белокончиковая шаровидная то есть приживаемость сажалось напомню это 31 января ой декабря извиняюсь с перед самым новым годом здесь было засажено довольно много растений ну где-то процентов 60 получился отпад ну ничего страшного это как бы первый раз мы следующий раз мы зачеренкуемся пораньше я думаю будет все нормально будет и отпада поменьше здесь у нас туя колоновидная здесь у нас ель голубая синицы совсем маленькие но мы это проверяли в схожести а вот это вот туя восточная скорее всего пойдет тоже на рассадку буквально через день-два то есть будем рассаживать его ну давайте выкопаем и посмотрим что мы нарастили за это время выдергивать я буду так потому что давайте чтобы без анестезии как говорится не было вот корни вот корни у нас туя вересковидная боулинг корневая корешки маленькие но и довольно много я думаю тут как можно видеть туя восточная наросло очень много вот корневая видите получается почти пять месяцев ну порвал где-то корень ну ничего страшного я думаю вызовет или это так земля вот открытый корень пожалуйста ну здесь я просто побаиваюсь поэтому подкопаю все таки вот здесь глубокие корни корни ким можжевельника я садил целый ряд целый ряд из ряда один вызов прекрасный можжевельник но к сожалению один вызов так туя это по моему у нас белокончиковая тоже сейчас пойдет на рассадку здесь корешки есть хоть она вроде здесь у нас тоже все есть вот корешки белокончиковая туя западная сморракт белокончиковый наверное сморракт так я не узнал ну здесь тоже корешки есть поэтому сейчас рассадится вот это тимитим шаровидная будем смотреть что у нее тоже довольно таки порядок без пятки хочу заметить без пятки видите шаровидная туя просто здесь корневая вся эта тоже шаровидная это шаровидная это у нас шаровидная вот три корня один длинный два покороче но все равно постараемся чтобы она выжила здесь побольше вот это экземпляр но с одним корнем но думаю есть возможность посадить и есть шанс что он вызовет здесь что-то у нас вообще разошлось корневая нормальная опять же шаровидная у нас идет корень нормальный здесь тоже самый богатый какой-то черенок попался мы сейчас даже посмотрим что здесь да это с пятки это с пятки корневая правда не на пятки здесь ну ошибки будут учтены это первый раз мы зимой черенкуем черенковали как еще могу сказать вот здесь туя западная даже взошла вот если можете видеть вот она видите совершенно маленькая сейчас я ее потащу черенок вытащу туя западная туя восточная но не сходят так так можжевельники у нас ну вот что-то рвем корни этот все вот видите нулевой результат ствол сгнил вроде сам зеленый а ствол сгнил ни одного корешка не было это тоже нулевой результат но вот эти должны быть с приростами они обязательно с корнями вот корневая корневая пойдет это тоже вот это у нас blue carpet этот нулевой результат вот видите вовсе не понятно что здесь конечно что-то образа образовывалась но видно не успела вот ну здесь есть корешки поэтому то что он будет поливаться сейчас очень хорошо пойдет уже в природу как говорится здесь тоже есть корешки здесь есть вот вот это я не знаю вот это с одним корнем вот это вот ну будем пытаться чем не привыкать это тоже нулевой результат хотя вот нет нет это просто но это уже все это уже никуда не годится вот один корень вот что с ним делать ну еще посидеть конечно но у нас нет времени это тоже все уже вот есть корневая корешки поэтому будем пытаться выходить их здесь смотрим что у нас здесь хорошая корневая я не пойму это по-моему у нас стрикто это blue carpet опять же времени не было за ним ухажаем сейчас поэтому ну это нулевой результат это тоже считаю нулевой даже не стоит мучиться вот корневая корешки вот другой корень совершенно пошел вот ствол пятка а пошел вот отсюда ну так иногда бывает это нулевой результат это тоже нулевой здесь есть корни вот здесь мне интересно есть корни можжевельник пойдет здесь тоже есть здесь нулевой результат вообще корней нет здесь должны быть корни вот корешки есть так это все разобрали это все на выкид вот к сожалению к сожалению да ну теперь за казацкий возьмемся еще хотелось вот этот выкопать посмотреть да корни есть нормально суховат потому что там батареи вот нулевой результат вот нулевой результат опять же нулевой результат нет это все не то нет это все не то вот эти скорее всего они нарощенные уже ну вот казацкий видим корневая есть опять нулевой опять нулевой почему-то стоит корневой нету корневой нету что-то очень хорошо прижилось я пойму что вот здесь видите какой корень длинный длин до чего так здесь у нас есть корень здесь у нас хорошо здесь у нас так 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 давай родной так так ни в какие горшки они не пойдут они сейчас пойдут сразу в землю сразу в землю то есть вот видите корень сейчас я положу их сюда ну штучек 150 есть хотя сажалось около 300 хотя ну если 50 на 50 где-то взять так это здесь есть здесь нету здесь почему нету я его считал хорошим саженцем вообще ноль просто я все прекрасно шел не поймешь здесь ноль здесь есть здесь нету здесь есть здесь есть здесь есть здесь прекрасные корни прекрасные корни ну все так далее так и тому подобное будем выдергивать рассаживать это все то есть результат видно то есть результат вы могли видеть если что касается туи ну туи корень если вот у этой корень сейчас я его выдерну очень хороший корень вот туя с корнем сеяниц туи восточный можете видеть да так это все на выкид это пока пусть здесь посидит вот то есть туя вот это все будет рассаживаться там опять наша ошибка батарея там надо ложить ее то есть будем что-то придумывать чтобы на следующий год такого не повторилось там она вся высыхала сколько не поливай а здесь извиняюсь в хорошем состоянии то есть уже по сантиметров по 10 будет рассажена ну тысячи три-четыре есть ну вот прижилась одна елочка подушковидная одна из десяти вот ее ж не в корне вот видите вот которая ель черенкуется вот корневая ели зачеренкованной то есть из десяти прижилась одна вот ее ж не подруга которая осталась но на ней вообще корней нету а на этой как видите прекрасные корни то есть ель нужно черенковать подушковидную на этом все уважаемые друзья хочу сказать что черенкуйте пробуйте зимнюю теплицу в следующем году я постараюсь за черенковать больше или засеять больше то есть посмотрим на обстоятельства как будет дела и и и и и и и и